Хлопать длинными пушистыми ресницами, что может быть естественнее для женского очарования. Ни пухлые губы, ни высокие скулы не производят такого сногсшибательного эффекта, как обрамленные. Красивыми ресницами глаза. А как сделать ресницы красивыми? Это умение свойственно всем привлекательным девушкам, и заключается оно в умении правильно красить ресницы тушью, чтобы они были длинными, изогнутыми и выразительными. Объем ресниц и отсутствие комочков от туши тоже важно, так что получается, что правильно накрасить ресницы тушью не так уж просто. Энтон Пепеп. Тем не менее, нанесение туши на ресницы, это всего лишь часть макияжа, и лишь немногие девушки готовы тратить на эту процедуру много времени и сил. Особенно по утрам, перед выходом из дома на учебу или работу, когда нужно накрасить ресницы тушью красиво, правильно и как можно быстрее. Впрочем, если вы научитесь идеально красить ресницы тушью, то не исключено, что этим и ограничитесь, потому что выразительных опушенных глаз будет достаточно для естественного дневного. Макияжа? Идеальная тушь для ресниц. Как выбрать подходящую тушь для ресниц? Тушь для ресниц, очень женственное и вместе с тем универсальное средство декоративной косметики. Представительницы прекрасного пола подкрашивали глаза на протяжении практически всей истории человечества, используя для этого сажу, воск и другие натуральные вещества. Но только в 19-20 веках тушь для ресниц приобрела современную форму, удобную для применения и хранения. Маркетинговая легенда убеждает нас, что американец-создатель туши назвал ее в честь своей сестры. Мэйбелин. Но на самом деле тушь для ресниц была изобретена минимум на полвека раньше англичанином Риммелом. Впрочем, в свое время и Мэйбел, и Риммел, и Макс Фактор, и другие деятели индустрии красоты, косметики и макияжа, приложили руку к созданию и совершенствованию туши для ресниц. Именно благодаря им современные девушки могут красить ресницы тушью разных видов, в зависимости от своих желаний и природных данных, удлиняющая тушь. По сути, любая тушь делает ресницы визуально длиннее и заметнее, хотя бы просто за счет окрашивания. Но выпускаются и специальные туши для ресниц, эффектом удлинения за счет микроскопических волокон, перемешанных с красящей массой. Эти волокна переносятся на ресницы с щеточкой и ею же распределяются, как бы доращивая своей длиной кончики ресниц. Идеальная тушь для ресниц, разделяющая тушь, не сделает ресницы головокружительно длинными, но вместо этого создаст ухоженный, здоровый и пригодный для повседневного использования внешний вид. Особенность разделяющей туши заключается в свойствах ее аппликатора, твердого с жесткими щетинками, расположенными на расстоянии друг от друга. Часто это не столько щеточка, сколько миниатюрная расческа с силиконовыми зубчиками. Подкручивающая тушь придает ресницам очаровательный изгиб, естественный, но чуть утрированный, чтобы распахнуть взгляд. Этот эффект достигается за счет формы кисточки, которая изогнута полукругом. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. В последнее время появились супермодные аппликаторы для туши в виде шипастового шарика, предназначенные для эффектного подкручивания ресниц одновременно с нанесением туши. Тушь для объема ресниц немного гуще, чем другие разновидности. Ее состав обволакивает ресницы и делает их фактически толще, а зрительно пушистее. Тушь для создания объем наносится более широкой и густой щеточкой. Именно этот вид туши чаще других образует на ресницах комочки. Лечебная питательная тушь обогащена витаминами, маслами и другими биологически активными веществами, укрепляющими ресницы и способствующими их росту. Любая из названных выше разновидностей может быть витаминизированной, но лучше покупать лечебную тушь в аптеке или специальном магазине фармацевтической косметики. Производители косметики стараются угодить покупателям, поэтому в большинстве случаев объединяют сразу несколько свойств в одном продукте. Так можно найти и купить удлиняющую и подкручивающую тушь для ресниц, тушь с эффектом объема и разделения. С одной стороны, это вроде бы удобно и совсем неплохо. С другой стороны, если вы заглянете в кейс с косметикой, которой пользуется профессиональный визажист, то увидите, что он использует в работе качественную, проверенную, но самую простую. Тушь без спецэффектов. Запись сгенерирована в Яндекс.Клауд. И мы советуем последовать его примеру и не полагаться на громкий бренд или яркую упаковку, а научиться красить ресницы правильно тушью любого типа. Как правильно красить ресницы тушью? Пошаговая инструкция, а теперь вы знаете, что разные виды туши для ресниц облегчают задачу, но правильно накрасить ресницы можно любой тушью, которая у вас есть. Это может быть цветная тушь, водостойкая или гипоаллергенная. Текст озвучен с помощью Яндекс.Спич.Кит. Главное наносить тушь на ресницы правильно. Пользуйтесь только качественной тушью с актуальным сроком годности. Просроченная тушь становится густой, комковатой и ложится на ресницы неравномерно, некрасиво. Более того, натуральные компоненты в ее составе имеют срок пригодности, после которого портятся, вызывают раздражение, покраснение, жжение слизистой оболочки глаз и даже выпадение ресниц. Текст озвучен с помощью Яндекс.Спич.Кит. Начисто удалите с ресниц остатки косметики, если не хотите, чтобы ресницы слиплись в неопрятные паучьи лапки. По этой же причине наносите тушь только на абсолютно сухие ресницы. Единственное допустимое исключение – лечебные сыворотки и гели, которые наносятся под тушь. Перед нанесением туши ресницы можно слегка подкрутить, это не помешает даже если вы пользуетесь тушью с изогнутым аппликатором. Плойки для ресниц создают устойчивый изгиб, но повреждают ресницы из-за нагрева. Зато механическими щипцами для завивки ресниц можно пользоваться ежедневно. Слегка приподнимите лицо, но смотрите в зеркало перед собой, чтобы ресницы оказались слегка опущенными. Возьмите кисточку с аппликатором в правую руку, наберите небольшое количество туши на всю длину щеточки и нанесите на верхние ресницы с нижней стороны по всей ширине века. Старайтесь нанести основное количество туши на корни ресниц, чтобы кончиком растянулись только остатки. Это сохранит естественную интенсивность цвета, подчеркнет линию роста ресниц. Для этого на секунду задержите аппликатор у основания ресниц, а затем продолжайте движение к их кончикам. Наносите тушь плавным равномерным движением, не отрывая щеточку до тех пор, пока она не пройдет всю длину ресниц от корней до кончиков. Направляйте руку вверх и слегка в сторону, к виску, почувствуйте, как волоски пружинят под аппликатором, чтобы подчеркнуть разлет ресниц и миндалевидный разрез глаз. Красить или нет нижние ресницы, зависит от стиля макияжа, размера и формы глаз. Для создания бархатного эффекта в макияже Smoky Eyes желательно прокрасить нижние ресницы, используя минимальное количество туши и миниатюрную узкую щеточку. В дневном макияже лучше нижние ресницы не красить, чтобы глаза не уставали, а тушь не осыпалась в течение дня. Работа над ошибками. Как красить ресницы тушью без комочков. Даже опытные визажисты иногда допускают промахи, что уж говорить об обычных девушках, которые пытаются красиво накрасить глаза, а вместо этого видят. В зеркале слипшиеся ресницы и испорченный макияж. Запомните, с какой бы целью вы не стремились накрасить ресницы, для объема, удлинения или просто цвета, есть тонкости, соблюдение которых убережет вас от ошибок в макияже глаз, если красите. Ресницы дома. Воспользуйтесь невстроенным аппликатором на колпачке, а отдельной кисточкой для туши. Специальные инструменты всегда действуют аккуратнее, а когда нужно накрасить нижние реснички, то без узкой кисточки просто не обойтись. Если ресницы выглядят массивно и грубо, попробуйте не красить все ресницы, а ограничьтесь внешней частью века. Интенсивно прокрасьте ресницы у внешнего уголка глаза, прокрасьте среднюю часть и остановитесь примерно за треть длины века от внутреннего уголка глаза. Существуют специальные жидкости-разбавители для туши. Если ваша любимая тушь загустела, вам очень жалко ее выбрасывать и вы уверены, что внутри пузырька еще достаточно средства, то попробуйте растворить загустевшую тушь, но никогда не используйте. Для этого никакие другие жидкости, кроме специально предназначенной производителем. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкейт. После того, как ресницы накрашены, подождите полминуты и убедитесь, что тушь высохла и не размажется. Затем возьмите расческу для ресниц и осторожно прочешите верхние ресницы, придавая им изгиб и удаляя возможные излишки туши или комочки. Если ресницам не хватает объема, то наносить один за другим несколько слоев туши бессмысленно, так вы добьетесь только неопрятного вульгарного вида, а лишняя тушь обязательно осыплется. Лучше ограничьтесь небольшими, но аккуратными и здоровыми ресницами. В глянцевых журналах часто встречается совет припудрить ресницы поверх туши, а затем нанести еще один слой, якобы этот хитрый прием позаимствован из арсенала звездных визажистов и используется. Ими при создании макияжа знаменитостям. Те, кто уже успел испробовать описанную методику на себе, убедились, что с ее помощью можно добиться только комков туши на ресницах. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкит. Тем, кто еще не успел испортить себе макияж, советую мне совершать опрометчивых действий и учиться красить ресницы тушью правильно, без таинственных ритуалов. Поверьте, это позволит вам выглядеть естественно, привлекательно и уверенно. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкит. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.